Игра Рэгби 7 зародилась в Шотландии. В каждой команде всего по 7 игроков, 3 нападающих и 4 защитника. А сама игра состоит из двух таймов по 7 минут. В Рэгби 7 отдают предпочтение прежде всего скоростным и ловким игрокам. Важно уметь быстро бегать и обладать высокой техникой игры. Интерес к Рэгби в последнее время растет все больше и больше, не только в нашей стране, но и во всем мире. Люди начинают понимать, что не вкладывая в здоровье детей деньги, мы обречены на то, что наше поколение, те, кто будут идти за нами, не будет физически сильным, физически крепкими ребятами. Посмотрите, Рэгби очень силовой и мощный вид спорта. Ронять и толкать друг друга дело, конечно, увлекательно. Но все же без мяча в настоящее Рэгби не сыграть. Он представляет собой продолговатый эллипс весом около 400 грамм. Изготавливаются мячи для Рэгби в основном из каучука, кожи и других похожих материалов. Юные спортсмены уверены, что этот вид спорта в них воспитывает только положительные качества. Волю к победе, веру в себя и силу. Физические качества и не только, и моральные качества. Очень даже это уважение к сопернику. В нашей стране интерес к Рэгби 7 как олимпийской дисциплине постоянно растет. Этот динамичный вид успел попасть в заявку на участие в программе Олимпийских игр в Лондоне, но был отклонен. А позже, в 2009 году, Рэгби 7 все-таки включили в программу Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Сейчас отделение Рэгби открывается во многих спортивных школах России и Краснодарского края. Ведутся переговоры об открытии отделений в Анапе и Новороссийске. Если классическое Рэгби отличается своей стратегией, то главное преимущество Рэгби 7 – скорости и зрелищности этого вида. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа. Регион.